Чукотка во власти крепких морозов. Низкие температуры буквально испытывают коммунальные службы и инженерные сети на прочность о том, как переживает холода столица региона. Материал Владимира Никитченко. Настоящие чукотские морозы установились на Чукотке с начала года. В отдельных районах округа столбик термометра упал до минус 50. А на побережье их ситуация осложняется еще и метелями. Это сибирский максимум, так сказать, хребень антициклона на Чукотку. Поэтому и держится холод. В течение пяти дней постоит. До крещения, так сказать, крещенские морозы еще останутся. Вернется к норме где-нибудь. В кентальной части где-то 30-35, а на побережье, возможно, в день 18-23. Вот так вот, не больше. В столице Чукотки в эти дни минус 30-35, но часто еще и ветер. Анадырская ТЭЦ, снабжающая теплом весь город, увеличила нагрузку теплосети, чтобы батареи в домах стали горячее. На электростанции сложности в работе нет. К такому холодному периоду были готовы заранее. А вот для городских коммунальных служб морозная погода всегда серьезные испытания. За новогодние праздники в окружной столице непогода доставила немало проблем. У нас было и отключение электроэнергии 4 января, и нарушение в тепловодоснабжении было, например, на энергетиках 8 еще накануне нового года, незадолго. После нового года у нас были тоже определенные нарушения с водоотведением по различным адресантам. У нас по энергетикам 7, по строителям 16. Серьезный объем кровель был нарушен в период штормового ветра, поэтому сейчас дано задание подготовить соответствующие документы. То есть прошло уже комиссионное обследование технического состояния кровель. Сейчас готовятся дефектные ведомости, локальные смертные расчеты для предоставления в департамент промышленной политики округа. Из-за пурги, разыгравшейся в первых числах января, пострадали кровли 10 домов. Сейчас управляющим компаниям необходимо оценить нанесенный ущерб и подготовиться к началу весеннего периода. Чтобы при таянии снега не заливало квартиры жильцов. Было сорвано кровельное покрытие на доме Отки-32, порядка 180-200 квадратных метров. Для того, чтобы более точно сказать область поражения, требуется дополнительное обследование. Придется обследование и для начала разрабатываем превентивные меры, чтобы при наступлении весны не позаливало квартиры. Небольшие повреждения также есть и в доме 14 по улице Беринга. А вот у компании «Жилдом» количество поврежденных штормом домов в разы больше. Повреждены были крыши в районе 8 домов. Самые значительные повреждения у нас были на Отке-50, где практически более 50% унесло крыши. Также были повреждены энергетиков 3, 5, 13, Отке-43. Но на них не сильно, ну незначительная, скажем так, часть кровли где-то по 16 квадратов, по 50 квадратов. Крепкие морозы, пришедшие вслед за пургой, устроили настоящую проверку управляющим компаниям и коммунальным службам «Анадыря». В самом начале года наблюдалась задержка вывоза накопившегося мусора, связанной с отсутствием видимости на трассе, ведущей на полигон ТКО, а также с высокой вероятностью поломки стрелы манипулятора при попытках загрузить отходы в мусоровоз из контейнеров. К концу праздников уже все вышли на ноль. По поводу того, что услуга, я смотрю в соцсетях, там писали, как бы не оказывается, люди платят за объем, а не за количество раз вывезенных баков. Поэтому весь объем мы вывезли, весь на полигоне, все, что разлетелось, собираем, обратно баки и обратно вывозим. Ни погода не пощадила и единственную городскую елку в «Анадыре». Во время пурги ее сильно потрепало. Еловые ветки тогда разнесло по всему городу. Они будут докуплены и доставлены к следующему Новому году. В целом, начало этого года стало непростым для всех служб, но сейчас они возвращаются к обычному режиму работы. Владимир Никиченко, Арсений Гусев, Вести Чукотка.